На первой безбожной улице год назад был введен в эксплуатацию новый бизнес-центр, носящий название Троицкая Слобода. Некоторые арендаторы с юмором воспринимают эту ситуацию, другие недовольны адресом здания. Исторически вот это место называлось Троицкая Слобода, потому что именно здесь находились ворота города старого, здесь ремесленники проживали, поэтому такое название мы выбрали для своего бизнес-центра. И когда мы строили, мы знали, читали в прессе информацию о том, что планируется смена адресов. И мы были очень неприятно удивлены, когда адрес сохранился. То есть улица Безбожная, еще дом номер 6. Мы были очень неприятно удивлены. И многих людей отпугивает, наших клиентов отпугивает вот этот адрес. Они как бы, ну, может быть, люди суеверные, им кажется, что у них дела будут плохо идти. 15 лет назад Рязанская топонимическая комиссия решила, что новые дома, которые со временем будут занимать места старых построек, получат название других улиц. В частности, их можно территориально отнести к Малому шоссе или Первомайскому проспекту. Однако в данный момент решения комиссии носят скорее рекомендательный характер. Если раньше занималась это у нас БТИ, такая серьезная была контора, сейчас ее нет в Рязани. БТИ была в составе городской администрации. Они жестко за этим следили. Вот сейчас передают то одной службе, то другой службе регистрацию этих домов. И в результате, наверное, забыли о том, что не должно быть безможных-то. Не только местные жители и представители топонимической комиссии считают названия улиц оскорбительными. На проблему уже обращала внимание православная церковь. Нам даже обращался владыка Марк, возмущенный. Говорит, ну как же так? У нас восстанавливаются храмы, и много верующих в Рязани. Вдруг едет безбожная улица. Я владыку заверил о том, что в ближайшее время улица исчезла. И буквально вот я недавно пришел сюда на эту безбожную, и увидел, своим глазам не поверил. В настоящее время топонимическая комиссия уже провела совещание, на котором все ее члены вновь проголосовали за то, чтобы улица безбожная была стерта с карты Рязани. После этого представители комиссии снова обратились в администрацию города для того, чтобы новые дома, которые здесь будут появляться, регистрировались по соседним улицам. Кроме этого, эксперты намерены добиться смены названия улицы для нового бизнес-центра. Стоит отметить, что улица безбожная получила свое название в далеком 1935 году. Тогда представители Рязанского отделения Союза воинствующих безбожников обратились к властям с тем, чтобы их деятельность была увековечена. Таким образом, в центре Рязани по сей день существует памятник борьбы с религией. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».